Всем привет! Видео называется «Меняю шило на мыло», потому что компания Xiaomi сама наступила себе на ногу и на эти грабли наступали уже многие компании. Давайте перейдем к сравнению, потому что вывод будет ну просто очень интересный. С вами я, Эдскрабер. Погнали! Redmi Note 8 Pro в этом году на глобалочке великолепно. Начнем мы с комплектации. По традиции все раскидываем по полочкам. Комплектация – телефон, зарядка, кабель, скрепка, мануал и чехол. У Xiaomi Mi 9T, по сути, все то же самое. Телефон, зарядка, кабель, скрепка, мануал и чехол. Но я все-таки отмечу один плюс. Чехол у Mi 9T просто суперский, друзья. Его даже не надо менять, потому что я пробовал другие чехлы от других компаний, очень хороших, но родной чехол лежит как влитой. Он сделан идеально, нигде не мешает, просто выверенный до миллиметров. Великолепно, отличный чехол, поэтому плюс достается именно Xiaomi Mi 9T за комплектацию с крутым чехлом. Второй момент – это батарея. В первом случае 4500 мАч, во втором – 4000 мАч. Но тест батареи показывает, что Xiaomi Mi 9T держится просто в разы гораздо больше, поэтому здесь плюс достается именно Xiaomi Mi 9T. Он лучше адаптирован, он лучше держит батарею. Третий момент – это центральные камни и видеоускорители. В первом случае это MTK Helio G90T, видеоускоритель Mali-G76 и 6 гигов оперативной памяти типа LPDDR4X. Во втором случае это 730 Snapdragon, видеоускоритель Adreno 618 и 6 гигабайт памяти типа LPDDR4X. В Antutu первый телефон выбивает 281 тысячу, Xiaomi Mi 9T – 250 тысяч. Разница не совсем большая, но если быть до конца честными, то по синтетическим тестам Redmi Note 8 Pro выигрывает. Хотя в целом процессор 730 Snapdragon, конечно, более технологичный, более интересный. Он меньше тратит батарею, у него меньше нанометров, соответственно, это современный, отличный, хороший процессор. Helio MTK тоже хорош, но жрет батарею как не в себя. Четвертый момент – это экран Redmi Note 8 Pro, 6,53 дюйма, это IPS-матрица, Full HD+, разрешение 391 ppi. Mi 9T 6,39 дюйма, это Super AMOLED, Full HD+, разрешение 401 ppi. Если говорить об экранах, то, конечно, это два разных экрана, две разные технологии. На ярком солнце AMOLED выигрывает у IPS, это точно. Яркость остается, контрастность, четкость, сочность картинки не теряется на солнце. А на минимальных настройках тоже экран не сильно бьет в глаза. Все-таки, если говорить об IPS, то по качеству экрана он сильно уступает. Но в целом, конечно, многие топят за IPS, я понимаю вас, он более долговечный. И у кого-то проблемы с глазами, с шимом, с какими-то такими вещами. У меня никогда этих проблем, друзья, не было. Здесь я плюс даю именно Super AMOLED, потому что все-таки это более инновационный, более флагманский экран. По звуку. В одном и другом случае здесь один динамик, регион установлен Индия и последнее обновление на том и другом телефоне. Так вот, по звучанию, конечно, Redmi Note 8 Pro проигрывает Mi 9T в разы. Mi 9T один из самых лучших звуков за эти деньги в 2019 году. Друзья, если вы аудиофил, то пишите, какой еще телефон круче играет Mi 9T. Супер крутой по звуку, просто вот четненько, друзья. Давайте послушаем короткий открывок на оба этих телефона. Плюс достается Xiaomi Mi 9T. Сканер отпечатков пальцев. В первом случае он классический, на задней крышке. Во втором случае он встроен в экран, более технологичный и так далее. Но если говорить о скорости, если говорить о Redmi Note 8 Pro, он просто быстрейший сканер, срабатывает очень-очень быстро, шустро. Даже не успеваешь притрагиваться, он уже разблокировался в Mi 9T. Совершенно другая история. Более медленный сканер отпечатков пальцев. Он технологичный, конечно, но все-таки по скорости очень сильно проигрывает. Поэтому здесь плюс Redmi Note 8 Pro. Седьмой момент это дизайн. Здесь, конечно, друзья, на любителя. У меня в черном варианте Xiaomi Mi 9T. Вы сами, наверное, видели в синем и в красном цвете. Он просто божественно крутой, очень красивый. По дизайну, я так скажу, по задней крышке они, по сути, одинаковые. Очень красивые, переливается свет и так далее. И тот, и другой флагман 2019 года по дизайну, без всяких сомнений. Но если говорить о передней панели, мне она нравится больше в Xiaomi Mi 9T, потому что нет ни вырезов, ни капелек, ничего там нет. Просто один экран и смотрится очень богато, очень красиво. Плюс достается и одному, и второму телефону. Восьмое это модули связи. В первом случае LTE бенды есть все, 3, 7, 20, которые нам нужны, присутствуют. Wi-Fi 2, 4, 5 ГГц раздача есть, GPS, NFC, все присутствует. Во втором случае, по сути, тот же самый набор. LTE 3, 7, 20 присутствует, Wi-Fi раздача, прием на 2, 4, 5 ГГц, NFC, GPS, все плюшки есть. Здесь каждому телефону по плюсу, потому что одинаковый набор и очень даже неплохой. Девятый это порты. В первом случае USB Type-C, быстрая зарядка сразу же идет в комплекте, отлично, 18 Вт. Комбо лоток, либо 2 наносимки, либо наносимка плюс microSD. Во втором случае USB Type-C, быстрая зарядка тоже идет в комплекте. И 2 наносимки сюда можно установить, microSD нет. Здесь, друзья, каждому телефону по плюсу. Десятый момент, очень интересный, это фото возможности каждого телефона. В первом случае это камера от компании Samsung на 64 Мп, во втором это камера от компании Sony на 48 Мп. И давайте проведем тест. Первая фотография стандартная на 12 Мп, в одном и другом случае не включаем мы основную камеру. На детализацию, по сути, она одинаковая. Но если мы увеличим, мы увидим, что цветокоррекция у Mi 9T более интересна. Mi 9T справа, и у него более яркие, более сочные тона. Конечно, с ним получается более насыщенный, более интересный, как будто бы он на других настройках. На самом деле, все те же самые настройки. Самое интересное, когда мы включим основные камеры на 64 и 48 Мп. Слева у нас Redmi Note 8 Pro. Обратите внимание на дерево, да, то есть детализация таким образом выглядит. Пока что ничего не понятно. Если мы увеличим, сделаем большой кроп, вот это здание мы приблизим. Xiaomi Mi 9T более четкая, более насыщенная картинка. И даже в глубине вот этих зданий что-то видно. Потом обратите внимание на дерево. Mi 9T даже видно веточки, они очень четкие, не замыленные. У Redmi Note 8 уже пошло мыло. А чтобы не попутать, мы сделаем еще один тест. Тоже на основные камеры, 48 и 64 Мп. Слева у нас Redmi Note 8 Pro. И здесь, что называется, почувствуйте разницу. Мы делаем большущий-большущий кроп. И видим, что справа у Xiaomi очень великолепная детализация. Видны стоечки, все яркие, все четкие. На левом снимке уже пошло большущее-большущее мыло. Если честно, друзья, я знал, что камера на 64 Мп не тянет. 48 Мп на Xiaomi Mi 9T просто уделывает в одну калитку эту камеру. И вы видите, друзья, это в этом тесте. По цветопередаче эти два телефона снимают плюс-минус одинаково. Если мы снимем в полной темноте, то снимки получаются вот такого качества. У Xiaomi Mi 9T по сути вообще ничего не видно. На Redmi видно немного. В битве фотоаппаратов Xiaomi Mi 9T выигрывает. И ему достается очередной плюс. Далее посмотрим на видео возможности каждого телефона. Первый и второй телефон снимает в качестве 4К. Стабилизация есть и в том другом телефоне. Redmi Note 8 Pro. Снимаем все на тех же настройках, друзья. Разницы особо я не заметил. Давайте проверим стабилизацию. Она здесь есть. Она здесь тоже очень хорошая. Видео возможности на основную камеру Mi 9T. Если сравнивать его с конкурентом, разницы особо нет. Если сравнивать этот широкий угол с Mi 9T, то, конечно, он ни в какое сравнение не идет с этим шириком. Потому что он просто ужасный. Он отвратительный. Что называется, почувствуйте разницу. В стабилизации есть. Картинка более четкая, более интересная, более насыщенная. Никаких глюков по цветам нет. Здесь плюс достается Xiaomi Mi 9T. Поясню почему. Широкий угол у него гораздо-гораздо круче. И он действительно не стыдный. На него можно снимать влоги. Картинка очень хорошая, качественная, динамическая получается. В Redmi Note 8 это просто пародия на видеокамеру. Двенадцатый момент. Это фронтальная камера. Давайте посмотрим примеры фото. Сдалека фотографии кажутся плюс-минус одинаковые. Но когда мы сделаем кроп, то мы увидим, что Xiaomi Mi 9T более лучше детализации. На Xiaomi получаются более такие живые фотографии. На Redmi немножечко все замыленное. И почему-то очень много зеленых оттенков. Если сравнивать, конечно, две этих фронталки, то у Xiaomi Mi 9T более премиальная, более флагманская фронталка стоит. Поэтому плюс достается здесь тоже Xiaomi Mi 9T по фронтальной камере. Тринадцатый момент. Эргономика. Это два очень больших телефона. Для 2019 года это нормально. Но по эргономике плюс-минус они одинаковые. В руке лежат очень хорошо. До сканера отпечатков пальцев в одном и в другом случае дотянуться тоже не сложно. Все иконочки, все удобно. Но если сравнивать их с другими телефонами, то, конечно, это не эргономичные телефоны. Есть телефоны более удобные в этом году. Ну и последний момент. Самый интересный, друзья, это ценник. Redmi Note 8 Pro версия 4.64 стоит на Алиэкспрессе приблизительно 17600 рублей. Это около 270 долларов. Xiaomi Mi 9T цена около 18 тысяч рублей. Это плюс-минус 275 долларов. Здесь я поставил плюс каждому телефону. И цена, друзья, вы понимаете, в одном и другом случае одинаковая. Там переплата всего лишь на 5 долларов. И ссылочки на эти телефоны, друзья, тоже в описании. Добавляйте в корзину. Скоро распродажа 11.11. Мы сделаем топ лучших телефонов, какие нужно покупать 11.11. Добавляйте в корзину. И также на телеграм-канале я буду репостить очень много в дни распродаж. Поэтому тоже подписывайтесь. Там все будут купоны, скидки, куда что нажать. Друзья, все там есть. Почитаем плюсы одного и второго телефона. Redmi Note 8 Pro 6+. Xiaomi Mi 9T 11+. Этот тест показал, что Xiaomi наступила сама себе на пятки. Потому что они сделали классный Xiaomi Mi 9T, который просто во всех отношениях выигрывает. Он суперкрутой телефон. И, казалось бы, может быть он будет стоить дороже. И тогда преимущество у Redmi Note 8 Pro будет хоть какое-то. Но сейчас цена по сути одна и та же. Друзья, что и требовалось доказать. Лучший телефон из этих двух однозначно Xiaomi Mi 9T. Если у тебя есть свое мнение, то обязательно пиши о нем в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok